Всем привет! В последнее время я чувствовала себя не совсем мотивированной тренироваться, было очень сложно вставать по утрам и тащить саму себя, даже если это просто на йога-коврик возле моего дивана, все равно было очень сложно заставить себя тренироваться, потому что я одна, и никто меня не может подтолкнуть. Поэтому я решила, что если я буду тренироваться целую неделю по видео разных фитнес-блогеров, потому что это все равно как будто бы тренер с тобой занимается, они там подбадривают тебя в течение видео, говорят тебе, как правильно выполнять упражнения, и в целом ты чувствуешь себя ну хотя бы не одним. И я это все записала на видео, и поэтому вот представляю это сегодня вам. В итоге я 7 дней выполняла видео разных фитнес-блогеров, но получилось так, что один день после первой тренировки я отдохнула, потому что первая тренировка была слишком жесткой, и последний седьмой день я тоже отдохнула. Я такие видео уже видела у других блогеров, я знаю, что это не супероригинальная идея, но я подумала просто, почему бы и нет, это мое личное мнение, и я думаю, что вам будет очень интересно это услышать. Тем более, что я составила 3 критерия, сугубо субъективных, между прочим, на котором я буду оценивать каждую тренировку, и на основе этих трех критерий я вывожу общую оценку. Да, я заморочилась, я знаю, так вы видите, что я училась в школе, где нас оценивали строго по критериям. Первый критерий – это насколько я вспотела, второй критерий – насколько я прочувствовала свои мышцы, насколько они были действительно задействованы, насколько они горели. И третий, я думаю, самый важный – это насколько у меня поднялось настроение, и в целом как я себя чувствовала на протяжении всей тренировки. Это те факторы, за которыми я, в принципе, прихожу на тренировку Это то, что я ожидаю от каждой своей тренировки Поэтому вот, я предоставляю вам в этом свою сугубо субъективную, но при этом претендующую на объективность оценку Я надеюсь, что вам это видео понравится, давайте уже скорее перейдем Приятного вам просмотра Сегодня первый день нашего челленджа Я сегодня не стала тренироваться сразу же первым делом после сна Потому что я подумала, что моих невыспавшихся сил просто на это не хватит Поэтому я сейчас перед вами уже немножко под влиянием кофе Правда, без кофеина, но я не знаю, как это работает И я уже позавтракала, но тем не менее И начинает наш челлендж никто иная, как Sarah's Day Я очень много раз, мне кажется, уже ее упоминала на своем канале и в своем инстаграме Я обожаю ее стиль тренировок И я просто обожаю все, что она делает Мне очень нравится ее стиль жизни Мне нравится ее дом, мне нравится ее ребенок У меня есть ее электронная книга Я пью кофе на миндальном молоке, как пьет она Короче, я просто ее обожаю Мне очень нравится тот подход, с которым она смотрит на активный образ жизни в целом И на фитнес, и на правильное питание, на здоровое питание Поэтому начинаем с нее Хотя она не так известна, наверное, на русском ютубе Про нее особо не говорят Но я просто хочу вам передать свою частичку любви к ней Может быть, кто-то из вас тоже вдохновится ее стилем тренировок У нее вообще ее стиль тренировок как-то прогрессировал за все время, как я за ней слежу Сейчас она более в сторону пилатеса Чего-то такого функционального Когда ты слушаешь свое тело и двигаешься, как оно тебе подсказывает Вот, поэтому я буду выполнять сейчас ее две последние тренировки, которые она выкладывала Одни из двух последних Я не думаю, что это будет сложно, потому что, я повторюсь, я занимаюсь уже около двух лет по ее программе тренировок У меня вот эта электронная книга есть, и я ее как-то сама модифицирую, дополняю И подстраиваю под себя, и, в общем, по ней я тренируюсь уже давно Но мне кажется, что я уже как-то переняла, наверное, даже ее стиль на себя Поэтому я не думаю, что эти видео будут сложными, я их уже выполняла, но я просто хотела вам показать, какая она крутая Хотела вам показать свой комплект, которым я буду сегодня на протяжении всего видео, наверное, потому что я его как получила, так и не снимаю И надеваю просто на каждую свою тренировку практически Заказывала я этот комплект на сайте MyProtein Это сайт спортивных товаров, там предоставлено как одежда, так и аксессуары для спорта, еда, протеин, витамины, батончики Все это можно найти у них на сайте в огромном ассортименте Возвращаясь к комплекту, на мне вот такой вот топ Отойду подальше, чтобы вам было видно Я очень придирчиво отношусь к одежде, которую я выбираю, чтобы в ней тренироваться Я не могу заниматься просто в чем попало Мне очень важно, чтобы на мне лосины сидели определенным образом Чтобы топ меня как-то стягивал или наоборот не стягивал в определенных местах Чтобы это было именно так, как вот я чувствую, чтобы это шло вместе с моим телом Как будто бы это моя вторая кожа И поэтому, когда я нахожу какую-то идеально сидящую одежду, я из нее потом просто не вылезаю И я очень была рада, когда получила этот комплект и поняла, что это просто мой размер Это то, что мне подходит Я повторюсь, у меня топ в размере S и леггинсы в размере M Так сложно сидеть на коленях, капец, я старею Леггинсы здесь с утягивающим эффектом, на самом деле Они, по-моему, предназначены для того, чтобы как будто бы тело вот так втягивать То есть у меня, вы можете заметить, прямо талия такая выраженная в этих леггинсах Вот она У меня обычно такой талия нет, так что это лайк Также на этом сайте я себе заказала спортивную сумку Вот такую вот, это, наверное, моя первая серьезная сумка для зала Очень вместительная Я думаю, что когда у меня немножко станет плотнее график Если он когда-нибудь таким станет вообще в этом году То это будет замечательная для меня опция Потому что я смогу сюда очень много всего поместить И взять эту сумку с собой Допустим, если я там после какого-то мероприятия После какого-то, после какой-то встречи иду в зал То сумка эта просто прекрасно подойдет для меня в таком графике Ну и сейчас, когда я тоже хожу в зал Мне тоже очень важно, чтобы у меня все моющие средства Кроссовки, все помещалось сюда Так что это просто прекрасно Я очень рада, что у меня эта сумка появилась И она стильно выглядит Смотрите, здесь прям My protein Помимо этого, я у них на сайте заказала витамины Вот Омега 3+, взяла себе тут целых 90 вот этих капсул И заказала у них еще лютеин Лютеин вообще он для здоровья глаз Для поддержания влажности в глазах Чтобы устранить сухость Чтобы в целом глаз был здоровее И я почему за ним охотилась? Потому что я ношу линзы на постоянной основе И глаза высыхают Но, вот я могу сказать вам точно Я его сейчас принимаю этот лютеин Наверное, вот именно вот этот от My protein Прошло, наверное, недели две, две с половиной И я не сразу это поняла То есть я через какое-то время просто заметила Что у меня ближе к вечеру Глаза не сохнут так, как они сохли до этого То есть я линзы ношу с утра до вечера И обычно к вечеру уже у меня они слипаются То есть когда ты уже моргаешь И ты прям чувствуешь, что у тебя эта линза в глазах То есть я когда начала принимать вот этот лютеин Я через какое-то время вот заметила Что правда я к вечеру просто моргаю Как обычный человек И не чувствую, что у меня там какой-то кусок пластика Так что да, витаминами я довольна полностью В общем, самое крутое это в этом всем что На сайте My protein сейчас проходит самая большая распродажа года Черная пятница со скидками до 70% И для этого видео My protein сотрудничает со мной И предоставляет для вас специальный промокод Маулида, который даст вам еще 45% скидки Эта скидка добавляется к той, которая уже есть на сайте В рамках распродажи Поэтому я думаю, что это просто супер крутая возможность Для вас заказать что-то, если вы вдруг захотели себе Новую одежду для спорта, чтобы себя мотивировать Либо какие-то аксессуары, какие-то витамины Чтобы просто в целом сделать свое тело здоровее Так что вот, да, пользуйтесь Я очень рада, что у меня есть такая возможность Вам об этой скидке рассказать И, кстати, ребята из Казахстана Порадую вас такой новостью Для вас тоже это все доступно Есть казахстанский сайт My protein Где все эти скидки также доступны для вас В общем, я полистала ее тренировки И нашла вот эту вот самую последнюю Которую она выкладывала месяц назад Я ее делала уже два раза И каждый раз она мне давалась просто очень сложно Я не могла доделать некоторые упражнения Это full body cardio burn То есть как бы полностью на все тело тренировка И она кардио формата То есть она такая жиросжигающая Скорее всего интенсивная Вот этот, который heat формат Вот что-то вроде этого Поэтому, блин, я смотрю на это и я думаю Сегодня понедельник, я хочу зажечься Себя хочу зажечь Видите, да, мое отражение Я там жестикулирую Wildly просто, агрессивly Я хочу что-то вот подобное Я думаю, что я лучше пойду, наверное, вот с этой тренировкой Сделаю ее И потом завершу это все Вот здесь вот тоже в рекомендованных Pilates и Core 20-минутная Pilates тренировка Вот, сделаю так Сначала вот эту, потом вот эту Вообще, Sarah's Day мне нравится как раз таки тем, что она в основном тренируется со своим весом Задействует свое тело и работает над его функциональностью Что я считаю одним из самых, наверное, аутентичных подходов Именно в фитнесе к своему телу Эта тренировка была сложной И я прям напрягалась Вы это сейчас увидите сами Прошло полтренировки Я умираю 7 секунд, черт Если честно, мне кажется, я немножко переоценила свои силы Подумав, что я смогу сделать Зачем ты орешь? Подумав, что я смогу сделать еще тренировку на пресс после этого Потому что Фу, бой, я вся Я вся красная Она показывает следующее упражнение Окей, ладно, я это вроде помню Но вода здесь просто очень нужна О, 8 секунд Пока, пока И так как мне было сложно Я некоторые упражнения заменяла То есть, например, в данном случае, где я делала бег только что Она там в этот момент приседала И выпрыгивала из прыжка, по-моему В общем, да Я подумала, что нет, это слишком для меня И поэтому я свободно заменяю такие упражнения И не чувствую себя плохо по этому поводу Потому что главное, что я не останавливаюсь и делаю А вот эти куски Это пилаты с тренировки на пресс И вот они мне тоже очень нравятся Они именно задействуют какую-то, наверное, мобильность Всего тела И после них я чувствую себя Такой вытянутой В балансе со своим телом В гармонии Так что, да Мне кажется, что сочетание таких тренировок Разных типов Они для меня работают максимально хорошо По нашим трём критериям оценки Пота было очень много в этой тренировке Так что здесь все 5 баллов Задействованность мышц где-то на 4 Потому что я думаю, что могла быть более глубокая задействованность Просто не было упражнений на изоляцию Ну и настроение после этой тренировки у меня было на все 5 баллов Я чувствовала себя просто супер уверенной после тренировки Что я считаю сам, наверное, главным фактором Ты знаешь, что у тебя прошла хорошая тренировка Когда ты видишь вот это на своем йога-коврике Это sweat Там очень потно И там И там Окей, я подумала, что я просто возьму камеру прямо сейчас Пока я все еще нахожусь в своей пижаме Огромной футболке Позвольте мне объяснить, почему это третий день, а не второй На самом деле я после понедельничной тренировки была настолько вымотана Что на второй день я не смогла сделать ничего И почему-то я это не засняла Поэтому вот, вот вам день 3 Здесь я уже отдохнувшая после первой тренировки И да, дни отдыха тоже очень важны Я с утра так и сидела вот здесь вот за столом Нужно было кое-что смонтировать И я это монтировала И потом просто зависла в ютубе Зависла в инстаграме Зависла в каких-то чатах Сейчас уже, по-моему, полдвенадцатого Сейчас я уточню Один из семнадцать, да, ну почти Мне к часу нужно быть кое-где И у меня получается около Ну, чуть больше, чем полтора часа на тренировку осталось Я хочу сегодня впихнуть тренировку в день Но я, наверное, просто супер демотивирована что-либо делать Наверное, потому что у меня как раз вот этот вот промежуток времени очень сокращен Очень часто у меня такое бывает Что когда мне, например, нужно куда-то пойти И я понимаю, что у меня осталось, ну, где-то полтора часа до этого момента Я очень часто стараюсь как-то скосить То есть просто не делать ничего Отлынивать от тренировки И думать, что я уже все равно не успею Сделаю завтра Но в итоге к концу дня понимаю, что, блин, лучше бы я это сделала Я бы себя сейчас чувствовала намного бодрее Намного более в тонусе Лучше просто ментально, да И поэтому я думаю, что сейчас В рамках этого челленджа Раз я делаю тренировки ежедневно Это очень такая классная тема Чтобы себя как-то Не то чтобы пушить Но просто переубедить, что тебе это на самом деле принесет эндорфины И принесет тебе Какое-то внутреннее счастье, успокоение Так что вот, поэтому я сейчас буду делать тренировку Несмотря на то, что я сейчас не совсем в настроении ее делать Учитывая мой внешний вид Я сегодня делаю Памелу Рейф Я зашла на ее канал Очень многие мне про нее писали Я про нее очень давно знаю До того, как она еще начала снимать эти тренировки Я не знаю, почему я это говорю Так как будто это поддержит мою квалифицированность Но неважно И я зашла в ее плейлист тренировок Нашла у нее 48-минутную тренировку 45-минутную тренировку На нижнюю часть тела На пресс И в целом такой fat burn Я думаю, что я сделаю ее Потому что я думаю, что у меня будет проще Если у меня вся целая тренировка будет вот так вот сплошным куском идти Без того, чтобы я там каждый раз переключалась Каждые 10 минут Потому что у нее в основном тренировки по 10 минут Вот, поэтому все, хватит болтать Я думаю, что я смогу это сделать Если начну прямо сейчас Так что да, наблюдаем превращение вот этого Вот это Все, пойдемте В общем, я узнала, что здесь, оказывается, нет разминки В этой тренировке Времени все еще очень мало Поэтому я сейчас просто переключусь на другую У нее здесь есть 26 минут 20-минутная legs and booty Я, наверное, сделаю ее И получается, вначале просто сделаю разминку И в итоге у меня получится где-то около Ну, в среднем где-то 40 минут, наверное, тренировки Я думаю, что это достаточно Просто, чтобы хотя бы подвигать свое тело И попробовать ее тренировки Потому что я давно по ней не тренировалась Я делала ее, ну, давно-давно Когда еще не было всего вот этого количества Которого у нее сейчас есть Просто опробовать Так что, вот, мы переходим на нее Она так слышно говорит слово «booty» На самом деле, я не очень многого ожидала от этой тренировки Когда начинала ее Но где-то, наверное, первую половину уже Я почувствовала, что мне сложно Я считаю, что у меня ослабли ноги Учитывая, что последние свои месяцы Я провожу в основном в сидячем положении Только сижу за столом Мало хожу и мало, в принципе, тренируюсь На ноги с резинками или с весами Поэтому у меня ослабло тело И, как видите, мне было даже сложно дышать Некоторые моменты Я просто останавливалась Это отвратительно Смотрите, как это Я вся потная Я не знаю, что со мной Мне кажется, у меня просто в теле задержалось много жидкости Либо тренировка была, на самом деле, сложная Но, мне кажется, все вместе просто Но я просто Это что такое вообще? Мышцы были задействованы 100% на 5 баллов Ну и пот, вы уже видели Там тоже все 5 баллов, если не 6 С помыла я не почувствовала особого коннекшена Какая-то она все-таки для меня слишком замороженная Но я думаю, что дело, наверное, либо в языковом барьере Либо просто не очень я прочувствовала именно такой стиль Но если вам это не важно, то, по крайней мере, из-за прочувствования мышц Вам точно к ней Доброе утро Мы сегодня с вами выполняем тренировку Элины Федоровой Мне очень многие из вас рекомендовали ее в комментариях В посте вот в комьюнити я выкладывала И спрашивала вас, каких вы блогеров смотрите из фитнес-индустрии И многие из вас писали про Элину Федорову Я про нее знаю Я никогда не была на нее подписана Но некоторые ее видео я смотрела Даже один раз, по-моему, пользовалась ее платформой Whispens И там была бесплатная версия Я просто попользовалась бесплатной пилаты с тренировкой И, должна сказать, мне понравилось Мне близок такой стиль тренировок, который она пропагандирует, продвигает Но сами ее тренировки я никогда не выполняла, поэтому для меня это сейчас будет что-то новое вообще У нее на канале есть тренировка на все тело Есть зарядка утренняя Вот я хочу зарядку выполнить сначала, чтобы себя пробудить как-то У меня немножко какое-то поломанное тело сейчас Потом у нее есть тренировка на руки, на верхнюю часть тела, насколько я поняла Я сейчас вот просто сижу, скольжу на тапках Вот, я думаю как раз вот эти три выполнить То есть сначала зарядку, потом на руки, на верхнюю часть тела, потом на всё тело, и это у нас где-то, наверное, в полчаса тренировки выйдет. Я думаю, это на сегодня достаточно, потому что я сегодня немножечко такая, повторюсь, поломанная. У меня ощущение, что я хочу просто размять своё тело, но без каких-то насильственных упражнений, без того, чтобы умирать и лежать потом на полу, здесь не мочь встать. Хотя я не знаю, конечно, что там в тренировках, но я надеюсь, что там что-то щадящее. Длинный, при этом дышим и опускаем. Элину я делала в первый раз, как я уже сказала, и мне понравилась подача, потому что я почувствовала себя очень женственной и, в принципе, чувствовала себя очень такой женственной, плавной на протяжении всей тренировки, даже в те моменты, когда мне было сложно. Мне кажется, что в этом и есть особенность её подачи. Я не особо вспотела тренировку, здесь даже не было смысла потеть, поэтому в плане пота поставила бы, наверное, 2 балла, и это потому что это даже не было целью здесь. Мышцы были задействованы во время тренировки, мне было даже сложно, поэтому поставлю 4 балла. Ну и настроение у меня поднялось, поэтому 4 балла. Две вещи. Первое. Это первый человек, в видео тренировке которого он медленно вращает головой при разминке. Элина реально первый человек, которая вот она прям медленно показала вот это вот, что нужно прям прочувствовать. Обычно, когда я делаю тренировки других блогеров, неважно, просто людей на ютубе, они прям очень быстро вот так вот. И ты уже, ты вот только поднял голову, они уже там третий круг делают, и это очень сбивает с толку, но вот это прям очень-очень вообще классная тема. Это такая мелочь, казалось бы, да, но она у меня прям степень уважения мою повысила. И второе, тренировки, правда, были сложными, но я думаю, что для такого какого-то большего, для того, чтобы больше вымотаться, короче, нужно несколько кругов этих тренировок выполнять. То есть одного раза, я думаю, недостаточно. Но я выполнила всего по одному разу, потому что сегодня у меня такое настроение. Я просто хотела чуть более глубоко размять свое тело, то есть как бы, чтобы это была не совсем убийственная тренировка, но при этом ощущалось, как будто я вот добралась, достучалась до своих мышц. И у меня это получилось, я даже сейчас держу телефон, и у меня болит вот здесь вот плечо, потому что я прям, я сделала тренировку на руки, а потом сделала на все тело, а там, оказывается, был фокус на руки, я этого не учла, но у меня прям теперь вот плечи такие прочувствовавшиеся. Я сегодня буду делать тренировки в MadFit. Очень многие из вас писали мне про нее, и я сама летом как-то выполняла ее тренировки, и мне очень понравились они, особенно тренировки на пресс. После вчерашней тренировки я ничего не чувствую, каких-то особых мышечных болей у меня нет, потому что это была очень неимпенсивная тренировка. Сегодня я хочу поработать над мышцами ног, ягодиц, то есть прям полноценно такую тренировку для того, чтобы устать. Вот этого вот мне прям не хватает сегодня, и я думаю, что вот ее тренировки как раз-таки могут в этом хорошенько помочь. И как-то сегодня так холодно, что вообще ничего не хочется делать, но я в этом сете, я в лонгсливе, и мне не холодно. Это улучшает ситуацию, это держит меня в тонусе. Все, давайте приступать. MadFit вообще очень крутая, у нее такое классное сочетание силовых упражнений, и при этом в некоторых тренировках она более фокусируется на пилатес вот этой вот составляющей. Несмотря на то, что я не особо хотела потеть в этот день, он все равно был, потому что мне кажется, с MadFit это неизбежно, поэтому здесь 4 балла. Мышцы были 100% задействованы всегда у меня так с ее тренировками, особенно на пресс, поэтому здесь 5 баллов. Ну и по настроению 3 балла, потому что я в тот день просто благодаря ее тренировке почувствовала себя чуть более в тонусе, и это уже было хорошо для того, чтобы мою уверенность себе поднять. Я не знаю, это тот факт, что у меня слишком много стресса в жизни сейчас, я не могу полностью вдаваться в тренировки, или у меня сегодня просто такое уставшее тело, но я не смогла сделать все до конца. В общем, в целом я у MadFit сделала тренировку на ноги 20-минутную, без весов, использовала только резинку, и потом сделала тренировку на пресс. И, в общем, тренировка на пресс длилась, по-моему, 17 минут или что-то такое, то есть там 2 круга было, и круг упражнений повторялся 2 раза. Я эти упражнения смогла проделать только по одному разу, каждое, до второго круга я не дошла. Я не знаю, что сейчас со мной говорит, это мое подсознание так меня сводит на нет, или это действительно то, что я устала и не выспалась. Мне сегодня пришлось проснуться пораньше, чтобы сдать одну работу по одному предмету. И, в общем, мне кажется, я не выспалась, и мое тело просто кидает всякие сигналы. Но что-то мне все-таки подсказывает, что это мой мозг меня обманывает. Не знаю, в общем. Но я думаю, что на сегодня с тренировкой покончено, и это намного лучше, чем если бы я ничего не сделала, потому что я чувствую себя в тонусе. То есть вот не таким вялым слезняком, да, вечно сидящим на кресле и не двигающимся, а вот такой вот подсобранный. И это круто, это самое, наверное, главное, что я иногда ищу в тренировках. В общем, да, на сегодня мы заворачиваем. Мэтфит, спасибо большое, было прекрасно. Ты большая молодец. Я не чувствую себя желающей делать что-либо сегодня вообще. Не то, что тренировку, но я думаю, я думаю, мы справимся. Я думаю, это будет окей. Это челлендж. И это должно быть весело, но почему мне сегодня не весело? Сегодня я для себя решила, что буду делать тренировку Кэсси Хоу. По-моему, ее канал называется Блоджи Ларис. Я не уверена, как это произносить правильно, если честно. Я давно о ней слышала, давно о ней знаю, но я ни разу не делала ни одной из ее тренировок. Вот вообще. Что-то есть в ее подаче, что меня отталкивало все это время. Я не знаю, это лично мое такое, мое личное предпочтение. Что-то такое было, но сегодня я чувствую себя, если честно, немножечко вялой, как вы могли заметить. И я хочу просто подвигать свое тело сегодня вот с утра, чтобы она чувствовала себя размятым, чтобы целый день просто кровь бегала по моему телу, и все было прекрасно, без напряга. Я реально очень, не то что предвкушаю, мне просто любопытно, что она такого предлагает, почему у нее так много подписчиков, почему у нее такая большая аудитория, что она на самом деле предлагает. Вот, и все, давайте начнем. Честно, не хочу говорить слишком много плохого о другом человеке, но мне просто не понравилась ее подача, мне такое не по душе. Слишком слащаво для меня, как будто бы. Но если говорить про саму тренировку, то я вспотела, где-то, наверное, балла на два, потому что сами тренировки, которые я выполнила, были не очень интенсивными. Мышцы были прочувствованы, задействованы, но это было тоже на каком-то поверхностном уровне, поэтому здесь всего три балла. Ну и по настроению я начинала на абсолютном нуле, закончила тренировку более-менее в боевом настрое, поэтому поставлю три балла тоже. Это было все. Я не знаю теперь, когда я повторю этот челлендж, это было весело. Да, правда, в начале особенно, но где-то к концу недели я уже начала чувствовать, что я не хочу, чтобы кто-то болтал, пока я делаю тренировку, или мне захотелось пойти на какой-то живой класс, то есть в реальном мире пойти в зал на какой-нибудь класс по пилатесу. Но я думаю, что для разнообразия все равно этот челлендж был классным, тем более, что вы теперь смогли увидеть и услышать какие-то мои комментарии по поводу каждого из блогеров, что может быть вас вдохновит или натолкнет на то, чтобы их тренировки попробовать. Спасибо, что были со мной сегодня, надеюсь, что вам это видео понравилось. Пишите в комментариях, какое из блогеров вам нравится в принципе в фитнес-индустрии и чьи тренировки вы выполняете с особым удовольствием. Поэтому увидимся с вами совсем-совсем скоро в следующем видео. Пока!